Полуостров Палас Вердес находится в часе езды к югу от Лос-Анджелеса. Именно здесь энтузиасты решили выращивать виноград сорта Пино Нуар. А для того, чтобы печатать на бутылке вино из Палас Вердес, им пришлось доказать, что этот регион уникален для производства вина. Ценители говорят, что по вкусу это вино напоминает вина из французской бургундии. Джим Йорк всю жизнь проработал в сфере финансов и недвижимости. Винодел это его четвертый и, добавляет он, лучшая профессия. На двух гектарах земли здесь, на полуострове Палас Вердес, он выращивает виноград для трех сортов вина. Шардоне, резе из Пино Нуар, когда сок от винограда проходит процесс ферментации без кожицы. И местную знаменитость – традиционный темный Пино Нуар. На Калифорнийском побережье очень немного мест, где можно выращивать виноград сорта Пино Нуар. Мы находимся на юге. К северу Санта-Барбара, Корнерос, Санома. Все они расположены не очень близко к океану. А здесь мы практически на берегу. И это уникальное место. Поэтому для винограда сорта Пино Нуар, которому нужна прохладная погода и даже немного тумана, эти условия идеальны для культивирования. Люди меня спрашивают, как я собираюсь соревноваться с винами долины Напа. Мы, безусловно, уступаем им в объемах, но не по качеству винограда. Вино они создают по классическим французским рецептам, с минимальным содержанием сахара и с ароматом от выдержки в дубовой бочке. Калифорнийский Пино Нуар очень разнообразные. Если для классического характерен фруктово-вишневый аромат, вино очень легкое, то наше Пино Нуар как бургундское вино – темное, насыщенное, с привкусом дуба, с особым вкусом. У Джима ушло три года, чтобы собрать документы и продемонстрировать, что регион геологически, географически и по особенностям климата уникален для производства вина. На 11 тысячах бутылок вина, которые были выпущены из урожая 2020 года, они писали просто «Калифорния». С этого же года на этикетке будет значиться «Вино из Палас Вердес». Ванесса приехала сегодня помогать в сборе урожая. Она, выросшая на этом полуострове, гордится местным производством. Покупая бутылку вина в магазине, ты его пьешь и редко знаешь, какое количество труда и любви в нее было вложено. Участвуя в сборе урожая, ты все это осознаешь. И это значительно улучшает вкус вина. Джим говорит, что вино с урожая этого года уже распродано по местным ресторанам, даже несмотря на довольно высокую цену в 40 долларов за бутылку. Евгения Дзюло, Настоящее время Америка, из Палас Вердес, Калифорния.